всем привет мои дорогие парфюмерные любители я соскучилась по обзору парфюмерии у меня есть очень много всего интересненького что я исследую и о чем бы мы с вами здесь поболтали мои мысли вслух мое видео не является экспертным я обычный парфюмерный любитель знакомлюсь со всяким с разным вот эти отливание я покупаю на рандеву использую промокод скидочный и получается на 10 процентов дешевле поэтому если вы тоже хотите сэкономить я всегда оставляю под роликом в описании от двух с половиной тысяч рублей у вас будет скидка дополнительно 10 процентов которые суммируются уже со всеми скидками что там имеются и также за каждый пробник я получаю 25 рублей и вы тоже за отзыв то есть он начисляется 25 бонусных баллов на ваш счет и потом вы можете списать их один балл 1 рубль получается минус 25 рублей начисляются вам и вы потом можете использовать их для заказа друзья я решила что мне надо познакомиться а что-то вспомнить возможно классические ароматы классические ароматы 4 классических парфюма которые выпущены давно которые возможно многие знают а я только сейчас с ними познакомилась потому что у меня раньше не было таких желаний интересов и вообще и возможностей принципе я из маленького маленького провинциального городка который не располагал парфюмерным магазинами мы жили очень скромной семье не богатый никакой и я только знаю там пару ароматов и вообще мое парфюмерное увлечение началось ароматов oriflame и и в роше поэтому чтобы вы понимали а сейчас я решила познакомиться и сделать выводы потому что иногда мне хочется купить что-то из классических ароматов но я их не знаю а многие говорят да как это кто увлекается парфюмерии должен это знать ну друзья мои должен да не должен каждый делает то что он хочет никто мы никому ничего не должны на сейчас первый аромат если вам интересно такое видео оставайтесь со мной и приятного вам просмотра первый парфюм про который мы с вами сегодня поговорим это ну а от кашарель от кашарель я знакома с ароматом амор амор классическим он у меня был у меня был и потом еще и аналог на него пока что я не хочу чтобы он менту сладкий приятный ягодный аромат с почульками ну в принципе и все и ну а от кашарель где кстати оливье крест парфюмер мне очень нравится работали креспа аромат выпущен в девяносто восьмом году и издалека сразу это мне напоминает пюр бланку классическую от иван немножко уходовый бело цветочный пудровый аромат но здесь не все так просто вы знаете он очень не понравился он очень интересное здесь белый мускус пион фрезия зелень персик слива в целом это все сливается в какую-то кремовость дальше тут идет ландыш лилия опять же зеленые трава жасмин кремовый иланг иланг который здесь никак не выпирает он такой приятный и роза базовые ноты здесь уже очень интересны кстати сейчас ощущаю лилию и мне это очень приятно ощущать в базовых нотах здесь заявлено по пирамидке кофе вани в сандал кориандр ладан бобы тонко и кеда то есть вот такая пирамида это что здесь есть ладан и кофе еще и ваниль в базе говорит о том что аромат будет запудриваться и потом становиться слаще и возможно даже каким-то ну не таким легкомысленным как кажется поначалу да там что-то персики фрезия для меня это аромат уходового крема и остается такой шлейф пудрово-кремовый мне он очень приятен и я наверное но запишу его себе в виш-лист потому что мне бы хотелось иметь хотя бы тридцаточку но от кашарель там очень красивый флакончик я сюда вам его вставлю чтобы видели там внутри есть жемчужинка это очень классическая композиция которая до сих пор актуальна и мне кажется очень даже заслуженно с чем сравнивают его его сравнивают с ароматом tom ford каким-то там потом фаберлик интерпорель кстати да пудра слива да точно я знакома с этот иммортель как-то он назывался фиолетовый флакон из пербланка также его сравниваю да друзья это очень приятная такая композиция ну или так родняк уже пербланочку прикупить классическую очень приятный умиротворяющий такой домашний уютный парфюм ухоженной женщины либо даже я не знаю мужчины возможно парфюмоньяки тоже таким пользуются уходовая классная композиция действительно достойная друзья я наверно запишу себе и wishlist мне очень понравился этот парфюм но сейчас перейдем к следующему следующая композиция также забыть и на оливье крестом и сделана она была в 1996 году я очень давно хотела познакомиться потому что нереально большое количество отзывов есть на ютюбе парфюмер который я которым вкусом я доверяю и мне нравится и нам ароматы сходятся с моими вкусами и я доверяю мнению этих блогеров хотя она тоже не является экспертным друзья этот аромат люб пор или паркинзо классическая версия и знаете вот этот аромат мне понравился уже намного меньше и мне кажется я в свое время где-то его от кого-то уже слышала ну или с ним похоже что-то вот такое это огуречное что-то такое свежее зеленая акватическая немножко цитрусовая здесь заявлена трава мята тростник зеленая сирень цитрусовые ноты мандарины кстати розовый перец опять же водяная лилия перец опять же фиалка белый персик а морились и роза ну и база это кедр мускус и ваниль этот аромат много-много мне чего напомнил он мне нравится но знаете я как любитель парфюмерии сетевой и она не росла мне этот аромат напомнил амазонию и здесь ее сравнивают на втором месте по мнению фрагрантики и обитатели фрагрантики аромат амазоне от oriflame только там помощь был огурец и я здесь как будто бы тоже эту огуречность ощущаю такой свежий немножко цитрусовый водянистый аромат и чувствуется что он на веет вот теме концом 90-х годов это вот 90-е года мне было в девяносто шестом году 11 лет ну вот это звучит именно так как даже немножко по-детски это мои такие такие впечатления ни в случае никак у вас может быть свои впечатления этот аромат мне понравился но приобретать и себе его не захотела но от кашарель у меня какие-то более такие эмоции вызвал какие-то более женственные это как-то водянистого огуречно пока что мне не хочется чтобы у меня были огуречные ароматы хотя все может измениться и каким-нибудь летом я себе приобрету для пар от кензон а сейчас мы друзья перейдем к следующей композиции следующий парфюм был уже выпущен немножко позже на пять лет чем прошлая композиция 2001 год начала 9 2000 парфюмер на программе теки не указан но это очень известный аромат у него высокий рейтинг принципе вообще и до сих пор он актуально звучит это аромат deep red hugo boss аромат для женщин у него очень красивая красная упаковка но очень приятная цена на рандеву в районе там двух с половиной тысяч можно взять плюс там промо код вот это все цитрусовый яркий фруктовый взрывной аромат сделан как древесно-ванильно-пудровый теплый и пряный здесь очень много нот которые я люблю красный апельсин я обожаю он сладкий и в то же время такой сочный и он не такой кислый как обычный оранжевый апельсин мне кажется красный он более какой-то тропический обожаю черную смородину клементин и груша также 10 нотки можно ощутить такой немножко вначале вводный здесь есть имбирь цветок имбиря что дает немножко такой остренький перчинки аромату и на старте он захватывает и очень ярко потом открывается нота туберозы если вы и не любите вы тут наверное ее услышите я туберозу люблю в ароматах у меня ее много фрези и семена гибискус на самом деле это очень достойный парфюм ванильный сандал на сандальном мускус на бара за со спилом деревяшки звучит это все ребят очень классно и мне кажется что я тоже запишу себе его в вишлист потому что это старый люкс который всегда будет актуален сейчас много переделок каких-то вот здесь тубероза красиво обыграна с этим красным апельсином с этой смородиной с этим имбирем он классный единственное что немножко в базе он как-то вот что-то там что-то такое есть что мне не понравилось но там есть ваниль а мне сейчас очень нравится ваниль если вы помните принципе я бы рассмотрела его покупки ду тубероза звучит ярко поэтому имейте ввиду если вы туберозу не очень любите то осторожненько всегда можно такой отливать и констой там рублей сто с чем-то это очень выгодно и интересно планировать покупки разносить парфюм прожить с ним недельку хватает его ну смотря как вы брызгаетесь можно конечно с одного раза полтора миллилитра распылить не хватает если прям ну если каждый день носить то на неделю принципе даже можно растянуть такой пробник и также можно брать с собой куда-то в отпуск и принципе вот так разнашивать пообсидеть пообсуждать подружка нанести на подружку ну друзья что нам рассказываю вы сами все без меня прекрасно знаете очень классный аромат мне вам прям понравился с чем его сравнивать давайте посмотрим мы его кстати сравнивать с ароматами которых я не знаю поэтому я не буду озвучивать но кто-то сравнив даже с линтердит красным но я с ними знакомы друзьям и поэтому увы туберозный аромат с имбириом и с ванильной базой вот так я бы его характеризовала мы приятным самом деле классная достойная композиция и сейчас еще расскажу об одном аромате который давно очень хотела попробовать потому что на рандеву также стоит довольно таки друзья следующая композиция будет классический аромат органза от живанши у меня конечно же уже новодел но в старую версию я не знаю мне очень нравится как выполнен флакон этого парфюма ими нравится цена на рандеву если вы любите классическую парфюмерию она действительно звучит классический но не ретро у меня значит так это 1996 год софи лобби лобби наверное парфюмер и это чувствуется старая школа старая школа вот если вы любите например старошкольные ароматы я к этим ароматам отнесу не на речи птичку туда же отнесу фиджи от гайла рош вот знаете только фиджи от гайла рош для меня самая такая пудровая какая-то и ланговая красная москва вот здесь вот что-то такое ощущается давайте посмотрим какие здесь ноты он очень бело цветочный конечно же он очень пряный и он очень погружающий такой в атмосферу тех лет мне в принципе он понравился но я знаю что мне такой наверное не надо здесь очень яркая нота туберозы такая прям она зеленая такая прям сладкая еще смешанная с ванилью какая-то пряность имеется здесь есть мускатный орех и горденья я очень люблю горденью здесь очень много белых цветов еще и писать на африканский апельсиновый цвет опять же зелень и бергамот и все это еще с туберозой жасмином и жимолостью плюс еще пудровый ирис пион и массы ваниль амбро древесной ноты гваяк вирджинский кедр ну может быть я бы себе взяла 8 миллилитров я посмотрю есть ли она звучит очень приятно звучит добротно звучит статусно это такой статусный аромат женщины со вкусом это такие классические французские духи друзья хорошо но здесь такая тубероза зеленая чем-то мне напомнило у меня есть аромат от кучи амброзия дифиори там зеленая хищная тубероза вот есть что-то здесь от этого поэтому опять же если вы не любитель туберозы вам не сюда например в юга босс там конечно более бюджетная как бы до линейка там туберозы помягче немножечко так папа папа псове я бы сказала здесь чувствуется что все как было это раньше мне кажется даже какой-то какую-то альдегидность уславливаю и как будто бы гвоздику но и здесь я здесь очень много белых цветов вот все что есть все собрали друзья орган за очень теплый согревающий аромат было все точно пышные здесь вот это ваниль плюс мускатный орех и вот как вам передать но то классика это прям такая классика реверанс в сторону тех ароматов которые я вам ранее уже перечислила поэтому такие дела хотелочки запишу себе точно но от кашарель ну и ред от хуга босс орган за пока не знаю возможно восьмерочку куплю на ранды у есть еще 8 миллилитров вот такие большие атлеванты ну и забывайте вся полезная информация в описании под видео также вы там может найти ссылки на мои другие каналы на мою почту если вам что-то интересно пишите пообщаемся жду вас в комментариях ставьте лайки подписывайтесь на мой канал но я желаю отличного настроения до скорых встреч пока 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 Продолжение следует...